Великий русский историк Льючевский совершенно справедливо сказал, что те, кто не знают своего прошлого, никогда не будут иметь своего будущего. То, что мы видим здесь, это продукт многолетней, гигантской работы коллектива музея по сохранению нашей национальной памяти. Те экспонаты, которые доступны посетителям в музее, лучше многих книг по Великой Отечественной войне расскажут о том, что это было за событие в нашей истории. Трагичное, да, безусловно. Героическое, да никто не спорит. Но понять, через что прошли наши с вами предки, можно только соприкасаясь с этой частичкой истории. А как соприкоснуться? Только посмотреть на эти подлинные экспонаты, на форму наших солдат и офицеров, на их оружие, на предмет интерьера. Мне хочется пожелать вам, чтобы ваша экспозиция росла с каждым годом. Чтобы с каждым годом у вас увеличивался поток людей, которые хотят посмотреть, соприкоснуться с историей. Мне хотелось бы вам пожелать того, чтобы ваша экспозиция стала вообще самой крупной в мире. И мне бы очень хотелось, чтобы поток посетителей с каждым годом возрастал. Потому что мы все с вами видим, что происходит в мире. Пытаются пересмотреть события Второй мировой войны и конкретно Великой Отечественной. События на Украине показательны с этой точки зрения. Музей вносит, может быть, даже сам того не ведая, гигантский вклад в сохранение нашей с вами национальной генетической памяти. И чем больше молодых людей, еще сегодня детей может быть, будет приходить, смотреть, соприкасаться и проникаться величием победной истории нашей страны, тем с большей вероятностью мы с вами сохраним на века память о подвиге наших с вами дедов. Потому что если мы потеряем это, нарушится государство, образующее целостность Российской Федерации. Я, прежде всего, хотел бы вас поздравить всех с некруглой датой и сказать, что ваша история, как это не парадоксально сейчас, может быть, прозвучит из моих уст для вас, ваша история еще, по сути дела, только начинается. И то, что музей сделал уже, и, насколько я знаю, планирует делать в дальнейшем для сохранения этой памяти, это честь и хвала и низкий поклон абсолютно всем людям, которые этим занимаются. Потому что у нас сейчас не очень любят слово подвижник, такое известное в России, но я бы назвал сотрудников музея на Поклонной горе настоящими подвижниками подлинной национальной памяти народов России.